МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги конкурса к 23 февраля подведены. Победители получили награды. Это сила. Сила, преданность должна быть у молодых людей нашего будущего. Добрый вечер в студии Антон Киселенко. За последнюю неделю в Барнауле подорожали перец, бананы и сливочное масло. Стоит тенденции к уменьшению цен на продукты нет, говорят эксперты. Раз в неделю комиссия из администрации Барнаула проверяет в магазинах и на рынках стоимость 20 продуктов питания. Это одна из антикризисных мер. Для чего нужен мониторинг, выясняла Лариса Куренкова. 33,90 у них весовая за килограмм. 33,90? Да. А самая дешевая 27,90. А, 22 даже. Что и почем, Ирина и Лариса знают, пожалуй, лучше всех. Причем с точностью до копейки. Раз в неделю специалисты городского комитета экономического развития ходят по магазинам и рынкам и записывают цены на крупу, овощи, масло, рыбу, колбасу и другие продукты. Фиксируют максимальную и минимальную стоимость. За последнюю неделю увеличилась стоимость бананов. Сколько они стоили? Они стоили 11 февраля 87 рублей. На сегодняшний момент средняя цена по городу 93 рубля. То есть рост составил 6%. Перец увеличился в цене на 7% и масло сливочное на 5%. Отмечены и чемпионы по росту цен. По сравнению с прошлым годом овощи и фрукты подорожали в 4,5 раза, гречка в 2 раза. Сейчас резкого скачка цен не наблюдается. Зато в магазинах заметили избирательность покупателей. Средний чек остался прежним около 200 рублей, но горожане более внимательно подходят к тратам. К сожалению, цен рост был, есть и идет. То есть наценки до 10-20% от поставщиков мы получаем. Уменьшилась корзина очень сильно. То есть покупатель теперь пытается взять хлебушек и молоко. То есть на какой-то определенный товар у него уже нет денег. А такой уж колбасу ничего не позволишь. Себе не хватает на месяц. Причины роста цен в комитете называют объективными. Инфляция, сезонность, особенность товарооборота, смена поставщиков. Искусственное завышение, признаются, тоже присутствует. К примеру, так было с гречкой. Ажиотажный спрос сказался на цене. Особая история складывается с мясом. Лишний килограмм, особенно говядины, могут позволить себе только избранные. Чтобы продать ее без убытка, говорят, на рынке нужно ставить цену в 450 рублей. У нас вот нет говядины. Посмотрите, хотя мы всегда работали на говядину, свинину и говядину, мы не продаем. У нас ее нет. Все вывозится в Казахстан. Оттого и цены на рынки дорогие. Они дешево у нас закупают мясо. На их деньги. И получается, что у нас тут они у колхозников берут дорого, а к себе везут. И у них получается, что мясо совсем дешево они у нас берут. Разница в деньгах. Напрямую повлиять на рост цен муниципальная власть, к сожалению, не может. Нет полномочий ни регулировать торговую надбавку, ни выписывать предписания, ни тем более штрафовать. Весь ценовой анализ направляют в вышестоящие инстанции, городскую прокуратуру, антимонопольщикам в краевые службы. Таким образом, по мнению специалистов, рост цен можно предупредить, чем и будут активно заниматься в период кризиса. Лариса Куренкова, Александр Антропов, информационный канал «Город». Из скандально известной управляющей компании «Доверие» в управляющую компанию «Жео-номер 40» перешло 55 домов. Как сообщает сайт «Доверие», переход состоялся по решению общих собраний собственников жилья многоквартирных домов. Еще в январе управляющая компания поставила в известность всех, что больше не в состоянии обслуживать дома. На расчетные счета и имущество компании наложен арест. Также «Доверие» имеет значительную задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, квитанции на оплату ЖКУ за февраль многим собственникам квартир придут уже с новыми реквизитами. УК «Жео-номер 40» города Барнаула. С полным списком перешедших в новую организацию домов можно ознакомиться на пока еще действующем сайте «УК «Доверие». Барнаульский крематорий, официально открывшийся в прошлом месяце, пока не может оказывать услуги по кремации тел. Причина, по словам владельцев, в том, что по закону кремация относится к услугам, которые муниципалитет обязан оказывать бесплатно. Случаев же, когда крематорием владеет частное лицо, местным законодательством не предусмотрено. Чтобы барнаульский крематорий начал оказывать свою основную услугу, требуется внести соответствующие поправки в закон. Барнаульская городская дума планирует сделать это в марте. Крематорий должен заработать в полном объеме в конце марта. Пока здесь оказывают услуги исключительно по аренде прощальных залов. 22 февраля в России будет отмечаться День молодого избирателя. Накануне этого особого дня в краевой столице прошел третий слет клубов молодого избирателя. Участвовало 69 клубов молодого избирателя. Глава края избиркома Ирина Акимова отметила, что таких клубов с каждым годом становится все больше и больше. Скоро в городе невозможно будет найти школу или СУС без подобного рода организаций. Ведь их главная цель – воспитать грамотного избирателя с твердой гражданской позицией. Ну а лучше всего по итогам учебного года получалось организовать работу клубу «Мир» из 27-й гимназии, за что его руководитель Наталья Дудко и удостоилась почетного диплома. Детям самим очень-очень интересно. Они принимают активное участие. Мы проводим игру, выборы. Они выдвигают своих кандидатов, защищают свои предвыборные программы. И это в конечном итоге дает им основу правовой культуры, чего нам сегодня так и не хватает. А правовая культура – это основа патриотизма в целом. Благодарности главы администрации города за вклад в развитие электоральной культуры молодых сегодня удостоились 10 директоров барнаульских школ, 3-й, 48-й, 126-й и других. Ну а накануне слета лидеры клубов молодого избирателя на коротке пообщались с представителями Краевого избиркома и депутатом Барнаульской городской думы Мариной Ермоленко. В беседе подростки блеснули знанием избирательного права, а также воспользовались шансом заявить свои социальные проекты. Моя идея состоит в том, чтобы создать общегородскую газету, в которой все клубы юных избирателей соединятся вместе и будут информировать молодежь о проводимых мероприятиях. Я думаю, что эту идею мы возьмем себе на вооружение, ну и, конечно, надеемся, что в ее реализации нам как раз молодые люди и помогут. Барнаул получил почетный диплом на Всероссийском конкурсе «Самое благоустроенное поселение России». Церемонию награждения победителей, которая проходила в Москве, лично возглавил Дмитрий Анатольевич Медведев. Почетный диплом Минрегион развития Барнаулу был вручен за хорошую работу по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению благоустроенности муниципального образования. С впечатлениями от участия в мероприятии поделился глава администрации города Игорь Савинцев. Несмотря на сложность в многих муниципалитетах, финансовую сложность, Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что сегодня города, поселки различного уровня в России становятся более благоустроенные, более красивыми. И заслуга в этом в первую очередь непосредственно самого населения. Из 700 обследованных у 50 обнаружены серьезные проблемы с щитовидной железой, а у одного даже подозревают инфаркт. Сегодня итоги работы в отдаленных поселках центрального района подвели врачи автопоезда здоровья. Всю эту неделю они принимали жителей Бельмесева и Черницка. Подробности в материале Ольги Калачевой. Геннадий Жарикова к врачам автопоезда здоровья привел сердечный приступ. В воскресенье, откидав снег от дома, мужчина внезапно почувствовал себя плохо. Говорит, сильная боль за грудиной не давала покоя целых три часа. Но вызвать скорую тогда не решился. После этого больше не было никаких признаков. А вот сегодня на приеме у кардиолога, значит, кардиолог решил срочную госпитализацию, потому что возможен инфаркт миокарда. Ежегодно в Алтайском крае врачи регистрируют до 5000 инфарктов. К сожалению, эта цифра постоянно растет. Поэтому кардиологи советуют при сердечных болях немедленно набирать 0,3. Первые часы являются решающими в поединке с болезнью. Обычно это 90 минут, плюс-минус. Но мы, пациенты, должны стараться, чтобы он попал либо к нам в кардиодиспансер, либо в краевую клиническую больницу лучше до 12 часов от начала болевого статуса. То есть в это время мы максимально можем помочь и меньше будет осложнений. Зная эти особенности заболевания, руководитель автопоезда сразу принимает решение вызвать бригаду кардиодиспансера. Между тем прием врачей продолжается. В очереди любопытствующих нет. У Ольги Нагорновой, к примеру, уже несколько дней сильно болит спина. Поехать в 10-ю поликлинику, которая занимается обслуживанием жителей Черницка, времени тоже нет. В пути придется потерять целый день. Здесь чем лучше? Ну вот, во-первых, никуда не ехать, на месте. И внимание очень хорошее у докторов. Здесь же у нас много и пожилых людей, у которых есть у кого-то машины, у кого-то их нет. А до города проблемно, да, добраться? Ну, конечно. На 108-м автобусе только автобус один ходит. Всего за неделю врачи автопоезда посмотрели больше 700 жителей Бельмесева и Черницка. Провели около 600 исследований. На протяжении четырех лет спутники врачебной бригады, переносные УЗИ аппарат и электрокардиограф. А Геннадию Жарикову скорая приехала даже раньше, чем через час. Теперь, говорит руководитель автопоезда здоровья Владимир Захаров, больной в надежных руках. Ольга Калачева, Николай Шилко, информационный канал, город. Сегодня мы подвели итоги конкурса «Армия будущего». В течение двух недель зрители приносили и присылали рисунки. Кто-то изобразил профессию своего папы, кто-то нарисовал, как выглядит наша армия сейчас. О самых удачных идеях и победителях конкурса расскажет Екатерина Гаськова. Образ воина будущего студенту Саши навеяли обычные мальчишеские увлечения. Компьютерные игры, фильмы о трансформерах. Вдохновившись ими, он собрал 3D-модель настоящего супергероя. Амуниция этого бесстрашного солдата получилась не просто зрелищной, но и функциональной. А потому практически единогласно первое место. Если посмотреть на руку, то это какой-то механизм, что он, допустим, придает какую-то силу, может, удара. А в шлеме, может быть, задумывается, что будет встроенная камера, то есть радиус очень большой, то есть видимости и так далее. А вот еще один герой из будущего. Отважный взгляд, крепкая броня и неизменный триколор на фоне. Автор этого рисунка Александр Рыльский получает второе место и шанс побывать с экскурсией в настоящей воинской части. Мне об этом вообще друг рассказал о конкурсе. А так все, очень понравилось. Большое спасибо хочу вам сказать за то, что провели такой конкурс. Сам увлекаюсь военной тематикой, можно сказать, хочу тоже в правоохранительных органах работать. А вот этот праздничный плакат в исполнении Евгения Шунина заслужил бронзу. За любовь к военной технике, поездка на стрельбище. В номинации «Выбор редакции» мы с коллегами безоговорочно присудили победу Екатерине Трояновой. Молодая мама, чтобы не скучать в отпуске, тоже взялась придумать своего идеального солдата. Велосипед изобретать не стала, а просто собрала воедино все добродетели героев прошлого. Мудрость князя Ярослава, решительность Суворова. Это сила. Сила, также преданность должна быть у молодых людей нашего будущего. Этот обидорожательный образ у меня получился безликим, чтобы молодые люди нашего времени как раз, может быть, нашли хотя бы одно качество в себе. Отважная и грозная, решительная и современная – такая она армия будущего в вашем представлении. Если мысли вправду материальны, бояться нам точно нечего. Екатерина Гаськова и Андрей Печоркин, информационный канал «Город». К 8 марта мы объявляем новый конкурс. Расскажите о вашей маме, сестре, бабушке, жене, девушке, а может быть, учительнице или просто враче. Присылайте нам на почту ctnews.ru короткий видеорассказ с длительностью не больше 30-40 секунд или оригинальные фотографии ваших любимых. Какая из них достойно называться лучшая, определит народное голосование на сайте телекомпании. А 5 марта мы объявим победителей, которые получат романтические призы. Один из которых сертификат на 2000 рублей в АПИ «Фитоцентр» от фирменного магазина «Алтайский букет». Мы продолжаем совместный с театром музыкальной комедии проект, в котором рассказываем о людях за кулисье. И сегодня, в преддверии 23 февраля, наш сюжет решили посвятить мужчинам, а именно техникам по наладке и обслуживанию сценических декораций. Одним словом, монтировщикам. Ох, нелегкая эта работа – собирать и разбирать спектакли. В среднем на монтаж декораций уходит по 2-3 часа. Говорят, самые сложные в этом смысле – Амадей. Когда на сцене трудятся они, посторонним вход воспрещен. Так положено по технике безопасности. Декорации громоздкие, тяжелые, всякое может случиться. «Иногда очень тяжело. Просто вот уже когда руки совершенно не поднимаются. Ну вот уже не можем. Тогда да, уже хочется лечь и помереть. Но это редко бывает. Но вот это крепимся, нас много, мы друг другу помогаем». Сегодня в театре трудится 10 техников по наладке и обслуживанию сценических декораций. Мужчины крепкие, физически подготовленные и просто загляденье для женских глаз. Но вот беда – с личной жизнью не у всех гладко. На нее просто не хватает свободного времени. Константину, можно сказать, повезло. Супруга тоже работает в театре. Другим же дефицит женского внимания компенсирует актрисы мускомедии. «Потому что они на самом деле наши защитники и опора. От них очень много зависит. Наша жизнь, наша безопасность». Александра в театр привел брат лет 10 тому назад. Говорит, поначалу особого кайфа от работы не получал. Но теперь, будучи уже начальником машины декорационного цеха, в другой профессии себя не представляет. Признается, что театр любит. Но когда удается бывать на спектаклях, совершенно не следит за сюжетом и игрой актеров, наблюдает за тем, как закреплены колонны, надежно ли держатся. Самая полезная вещь, которая у вас всегда с собой в кармане, быть может? Ну, шпилька и вязочка. Без них никуда в нашей работе. Для чего нужны эти странные предметы? Ну, за счет этого держится декорация. За счет этого, ну, что-то привязать, подвязать. Монтировщики – люди особенные. Они, подобно ниндзя, передвигаются по сцене. Оказывается, даже во время спектакля, то они гости на балу, то деревья в волшебном лесу. В то время, как зрители уплетают бутерброды в местном буфете, эти мужчины за 15 минут антракта успевают порой полностью сменить декорации. На вопрос, хотели бы поменять профессию, отвечают как один. Нет. Здесь интересно. Это же театр. Три выходных дня впереди. Если вы еще не спланировали программу отдыха, то следующая информация для вас. Лариса Куренкова расскажет о некоторых мероприятиях. В субботу в Барнауле открывают сезон социальных ярмарок. В каждом районе посетители смогут купить мясо, рыбу, муку и другие продукты по доступным ценам. Отметим, что на Южном продовольственная ярмарка пройдет в воскресенье. На Чайковского 21А. В эти выходные жителей приглашают весело проводить зиму. В Барнауле планируются повсеместные масленичные гуляния, в том числе и на главной городской площадке – площади Сахарова. Организаторы обещают угостить блинами и развлекать конкурсами. Незабываемый про мужчин среди мероприятий – мастер-класс по приготовлению мужских закусок. Кальмары с острым соусом, луковые кольца в кляре, цезарь, ролл с курицей и другие кулинарные шедевры от шеф-повара. Захватывающую спринтерскую гонку по скиджорингу планируют в Барнауле на ипподроме на дистанции более полутора километров по категориям «Мини», «Богатырь», «Упряжки» и другим. Лариса Куренкова, информационный канал «Город». Гостем Татьяны Голубевой в канун праздника защитников Отечества будет Сергей Акопян, директор Барнаульской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой. Услышим мнение о том, почему речной вокзал не должен менять свой облик, как школа-интернат готовится к своему 25-летнему юбилею, почему в семье Сергея Акопяна блины пекут почти каждое воскресенье, и не только об этом. В этом году на 23 февраля приходится начало важного события в жизни православных, начало Великого Поста. Он установлен в память о том, как Христос постился в пустыне 40 дней и является главным практически во всех христианских конфессиях. Это своего рода и подготовка к празднованию Пасхи. Накануне епископ Барнаульский Алтайский Сергий обратился к верующим с наставлением. Он напомнил, что пост – это не только ограничение себя в еде, но в первую очередь духовное совершенствование и преображение. Телесное воздержание необходимо, но оно мало полезно. Если при этом отсутствует воздержание духовное, и обуздывая чрево, мы совсем не заботимся о хранении чувств и очищении своей души. С прогнозом погоды на три выходных дня и начало следующей недели сразу после рекламы познакомят вас Александр Люцигер, начальник Краевого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. А пока Юрий Борлис о спортивных событиях. С дюшора Алтайский ринг открылся турнир на призы президента Краевой Федерации бокса Нодара Шония. Помимо местных участников выступают новосибирцы с амичами Красноярска, Республика Алтай. Кроме того, здесь проходит и первенство среди юношей в зачет Краевой спартакиада учащихся. И даже замечены девушки-боксеры. Уже вот три года почти занимаюсь. Окружающие ничего? Нет, ну спрашивают, зачем мне это надо. Я говорю, это мне нравится, они все-таки удивляются. А вот эти удары по голове? Да, будешь хорошо тренироваться и получать не будешь. Не сильно я вот не получаю по голове. Без любви к делу не обойтись, конечно, ни в какой сфере. Выходить на ринг, осознанно принимать на себя удары, тут мотивация необходима. Цель и мечта движут боксерами стать первым, если даже занимаешься не так давно. Страхом всегда есть, но когда в ринг выходишь, уже не совсем страшно. Точнее, даже уже вообще не страшно. У меня как бы брат старший на бокс пошел, и я за нему все. То есть, вот как бы... Ну, дома кто кого? Нет, ну, я не знаю, как бы мы с ним не встречались. Он выше и больше ростом. Финалы в воскресенье с 12 часов приходите посмотреть на лучших, которые будут биться не только за титулы, но и за конверты с денежными премиями. Имена чемпионов турнира огласим на следующей неделе. Федерация бокса делает все возможное для того, чтобы как можно больше ребятишек с улицы, чтобы они приходили к нам, чтобы занимались, развивались, для того, чтобы выросли правильными, сильными для родины своей, для своих родителей, детей. Юрий Борлиц, Александр Антропов, информационный канал «Город». Добрый вечер. В студии Александр Люцегер с оценкой погодной ситуации и прогнозом на предстоящие выходные, а также начало следующей недели. Определяющий погоду в настоящее время антициклон в ближайшие дни начнет отступать под давлением более теплых североатлантических воздушных масс, что приведет к небольшому потеплению на выходные дни и в начале следующей недели. В субботу в Барнауле ночью еще ясно. Слабый юго-восточный ветер, температура воздуха минус 25-27 градусов. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный слабый и минус 13-15 градусов. В ночь на воскресенье ожидается прохождение теплого атмосферного фронта. Будет облачно, начнется снегопад. Ветер южный умеренный, температура воздуха минус 15-17 градусов. Днем также облачно и снежно. Ветер юго-западный умеренный, температура воздуха минус 9-11 градусов. В ночь на понедельник облачно, сохранится снегопад. Ветер юго-восточный слабый, температура воздуха в пределах минус 15-17 градусов. В утренние часы еще возможен небольшой снег. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный слабый, температура воздуха минус 10-12 градусов. Во вторник ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег. Ветер юго-восточный слабый, температура воздуха в ночные часы минус 14-16, днем минус 7-9 градусов. В среду ночью также переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный слабый, температура воздуха опустится до минус 25-27 градусов. Днем при прохождении теплого фронта облачно пройдет снег. Ветер западный, умеренный, температура воздуха минус 8-10 градусов. Во второй половине рабочей недели погоду в регионе начнет определять устойчивый длительный антициклон, с которым установится ясная морозная погода. Ночные температуры будут находиться в пределах от минус 25 до минус 30 градусов. Дневные от минус 15 до минус 20 градусов. К следующим выходным ожидается усиление мороза. Подводя итоги, можно гарантировать барнаульцам на предстоящие выходные комфортную, умеренно морозную погоду, не препятствующую активному отдыху. С наступающим Днем Защитника Отечества! Хороших всем выходных и до встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok